Самый жаркий день с начала этого года заставил понервничать местные власти целого ряда прибрежных городов Англии. Тысячи отдыхающих заполнили пляжи Борнмута, Крайс, Чорчи и Пула, забыв о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Вмешаться пришлось полиции. Ранее решение премьер-министра Бориса Джонсона о скором смягчении ограничительных мер в этой части Соединенного Королевства вызвало целый шквал критики. С 4 июля англичанам разрешат посещать отели, пабы, рестораны, в то время как смертность от коронавируса в Великобритании все еще самая высокая в Европе. В Португалии, которую зачастую ставили другим в пример, как страну, чья борьба с пандемией оказалась по-настоящему эффективной, власти вновь вынуждены ужесточать ограничительные меры. Из-за появления целого ряда новых очагов распространения вируса, очередные запреты введены в 19 районах на севере Лиссабона. Совершенно ясно, что ситуация здесь отлично от той, что мы наблюдаем в других регионах. Как следствие, если в целом по стране действие режима повышенной готовности постепенно завершается, в столичном регионе картина несколько иная. Не время почивать на лаврах. Европа должна бросить все силы на подготовку ко второй волне коронавируса, угроза которой вполне реальна, заявляют в свою очередь во Всемирной организации здравоохранения. Последние две недели в 30 государствах суммарный показатель новых случаев заражения растет. В 11 из них зафиксировано ускорение распространения коронавируса, новые вспышки инфекции. Без жестких проверок национальные системы здравоохранения вновь окажутся на грани коллапса. Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало разрешить продажу в странах ЕС первого препарата для лечения COVID-19. Речь идет о ремдисивире, который применялся для борьбы с лихорадкой Эбола.